Мы договаривались с вами о том, что мы посмотрим производство белорусской вакцины по российским технологиям. Правильно? Так точно. Наш сегодняшний разговор ни в коем случае не отменяет это мероприятие и не замещает его. Меня интересует ряд вопросов. Текущая эпидемиологическая ситуация. Я, конечно же, отслеживаю и вижу заболеваемость. Заболеваемость у нас там тысячи, чуть-чуть больше тысячи. Столько же примерно мы выписываем из больниц. Ну, скажем так, если можно так сказать, это, слава богу, процесс хороший. Идет уменьшение и так далее. Но вы же понимаете, чем больше тестов, тем больше будет плюсовых этих заболеваемостей, так называемых. И так везде. Это такой маркер, но не это главное. Главное это пневмония. Из них ковидные пневмонии. Цифры мне тоже известны. Меня интересует динамика по пневмониям, в том числе ковидным. И прогноз на будущее. Ну и, естественно, на ИВЛ. Цифры я тоже знаю. У нас там 240-280 человек. А 2,5 тысячи у нас этих ИВЛ-аппаратов и наркозно-дыхательных. То есть мы 8-9% всего только используем. Ну и слава богу. Поэтому меня интересует динамика. Исходя из того, что мы уже накопили определенный опыт, ваши выводы, ваши ощущения, как вы в Министерстве здравоохранения оцениваете период болезни людей в мире, в России и у нас в сравнении, как мы выглядим, белорусы. Второй вопрос – это вакцинация населения. Я всегда говорю о том, что у нас нет ажиотажа. Ну у нас спокойно идет все. Вакцины хватает, желающих прививаем. Врачей, учителей, как я говорил, торговых работников, кто имеет непосредственный контакт, мы обеспечиваем вакцинами российскими и китайскими. Есть и другие предложения, но нам пока хватает этого. Спасибо китайским руководителю и моему другу хорошему Си Дзиньпину. Ну слушайте, целый самолет бесплатно подарил вакцин. 100 тысяч, по-моему, да? Мы попросили у них закупить еще вакцины, хотя они не очень продают их, но нам сказали, сколько надо, столько и обеспечить. О россиянах я не говорю здесь с президентом Путиным, как договорились. Он предложил, тогда вы будете первыми, кому мы поставим вакцину. Он выполнил свое обещание. Мы получаем планомерно эти вакцины и произвели по их технологиям вакцины. Главное, как началась вакцинация у нас и на каком уровне она сейчас, население. Ну может, еще какие-то есть вопросы, вы обозначите. Отечественные вакцины. Ну, знаете, дело чести Гусакова и Пеневича, Минздрава и Национальной Академии в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую? Потому что опыт уже есть и у россиян, и у европейцев, и у китайцев, и у индусов. Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем. Надо, нас китайцы готовы поддержать, помочь нам. Так надо встать на плечи тем, кто это уже сделал и сделать хорошую вакцину. Если получится надежная, качественная 98-99% гарантий, это будет прорыв. Это будет прорыв. Ну, к хорошему же надо стремиться. Дальше. Меня интересуют сроки. И на каком уровне наши ученые находятся по разработке собственных вакцин. Мы договаривались, что в будущем году мы уже получим собственную вакцину. А до этого времени мы провакцинируем практически все свое население. Сколько там надо? 60 на первом этапе процентов. Надо добавим больше. Но покупной вакцины, и которую произведем по российским технологиям. Следующий вопрос. Мы договаривались о некоторых строительных объектах. Это и Могилев, кардиологии, там центр кардиологический. Кардиологии и начало БСМП. РНПЦ, мать и дитя. Мы должны посмотреть и трансплантации. Вот эти три объекта, которые мы должны, ну, в этом году практически закончить. Не затягивать стройку, потому что это дорого обходится. Бел, фарб, фарб. Бел медпепараты. Это наш концерт. Наш концерт объединяет шесть внешних предприятий. Это холодильник, да? Это холодильник. Сколько тут температур? 18. Ну, это два укола, да? Один и второй. Пять первых уколов, пять вторых, да? Это розлито уже у нас. Розлито у нас. Все, она проходит сейчас тоже контроль качества. Выходит через три недели. И затем мы будем по 500 тысяч ежемесячно. Для потребности нашей страны будет... Полмиллиона мы каждый месяц будем выдавать. Да, только для себя. Нам это будет предостаточно. Так.